Субтитры делал DimaTorzok Действительно понравилась, действительно она меня захватила Хотя и сделал я достаточно серьезный перерыв в нее Потому что, несмотря ни на что, все-таки как-то она немножечко меня уже замучила Не знаю, как-то так можно сказать, выдохся я, в общем-то, на самом деле И вернулся я только недавно, и, знаете, вернулся и вновь в нее кнулся Потому что действительно интересно она Тем более, что с того момента достаточно много времени утекло Вышла версия 1.0, ну там еще с подбилдом, как вы видите, подбил 21.50 Но это не так важно Важно то, что игрушка наконец-то зарелизилась И сегодня я показывать вам буду уже релизную версию На сейв, который я сделал, начинать заново я не буду У меня здесь стоит несколько модов Если вы помните, в последнем, в предыдущем ролике о данной игре Я показывал ряд модов, которые меня заинтересовали Вот, в этот раз я обошелся меньшей крови То есть я не стал прям тотально переделывать игровой процесс Допустим, не стал ставить мод на санузлы Хотя, на мой взгляд, довольно интересные вещи Может быть, потом я его подключу Потому что с самого начала с ним начинать не очень удобно А вот когда уже развитое общество Можно, в принципе, поставить и сантехнику Вот, у меня здесь стоят моды на всякие там мелочевки Вроде показывать температуру в зданиях На более удобную охоту На дополнительную мебель Пожалуй, это самый крупный мод из того, что у меня стоит Там холодильник, инвентарь показывает интересней В общем, такие помелочи Ну и плюс еще артефьюз поставил я тоже модик полезный Очень он дает возможность устанавливать предохранителя Чтобы в случае удара, допустим, молнии Не взрывались аккумуляторы На мой взгляд, это очень важная вещь в этой игре Потому что бывает так, что у тебя все завязано на электроэнергию У меня, в принципе, уже такое начинается постепенно Без электроэнергии, конечно, будет очень печально Как так получается, давайте загрузимся Вот, сегодня я бы хотел вам показать, во-первых, новый функционал Ну, по делу, что те, кто данную игру знает Вряд ли их мое видео заинтересует в этом плане Но, может быть, кто-то посмотрит с интересом Узнает о том, что как изменился револт Ну и по делу, для тех, кто, в принципе, в ней играл Да, даже если играли, то все равно как-то, да Наверное, тоже вас это затянет Вот, в общем, мое поселение Здесь, так знаете, на первый взгляд Можно создать впечатление, что тут оно у нас Имеет несколько входов На самом деле, нет Я тут, изучив опыт предыдущих моих игр Понял, что надо делать один вход на базу И вот он есть То есть вот этот главный вход Который я, в общем-то Ну, на самом деле, я тут не прорубался То есть сначала здесь было какое-то маленькое пятнышко земли А остальное я уже вырубал действительно в скале И тут, видите, там, где я дохожу до открытой местности Я оставляю буквально одну плиточку горной породы Что это дает? Это дает возможность мне Насколько я понимаю механики данной игры Я, конечно, могу ошибаться Но, насколько я все-таки знаю Вот эти стены, они типа непробиваемые для АИ То есть АИ не будет в них долбиться То есть АИ будет идти вот сюда Вот в эту маленькую зону Где есть у меня стена Где есть дверь И идти, в первую очередь, сюда То есть я планирую со временем ее усилить То есть поставить сюда лучшую стену, чем дерево И, соответственно, вход на мою базу усилить Ну и плюс здесь у меня есть, соответственно Различные комнаты, которые я выдолбил Здесь у меня зона с электрикой, тюрьма Минетинская комната Маленькая выдалась Наверное, будет делать ее побольше Нужно будет делать, наверное, побольше какую-то игровую Здесь месяца-то со столовой Только со столом большим Комнатки маленькие, потому что Долго, конечно, и сложно все это выдавливать Зато еще, раз говорю, оборона вроде как растет По крайней мере, по предыдущему моему опыту Таким образом, в принципе, сейчас я могу сказать Что у меня получилась довольно интересная база С заделами на будущее решение В принципе, вот, смотрите, тут скала большая Здесь у меня есть всякие инсектоиды Я их, не помню, не находил По-моему, их раньше не было на генерируемых картах Пока верили в таком активном виде Они вроде как могли прятаться где-то внутри Соответственно, ты мог долбиться Найти вот таких товарищей Найти там, соответственно, роботов Агрессивных тебе настроенных Но прям, чтобы вот так они ходили В первый раз И, в принципе, с ними связаны довольно интересные вещи Давайте я вновь на паузу поставлю А то тут много чего надо рассказать Эта игрушка такая, знаете, она тянет именно на рассказ И я, в принципе, в прошлый раз так же себя ввел Многие вещи именно рассказывал, что со мной происходило И мне хочется, конечно, так заняться Вот, так вот Они находятся на открытой местности Вот тут, видите, испрыглитесь Кровь И, допустим, я начинал катку до этого еще разок Пришлось перебрать Потому что я там многие вещи неправильно сделал Ну и, в принципе, мне очень удобно было Там, допустим, вообще они находились где-то рядом со мной И, допустим, все бандиты Все караваны Все гости, которые шли ко мне Они шли мимо этих инсектоидов И просто инсектоиды тупо их убивали Что ж такое-то? Сел записывать и сразу начали все название Прямо вот Именно когда записывать нужно название Потому что в другое время неинтересно мне звонить Ну ладно Это, конечно, другая совершенно тема разговора Просто так получилось, что два раза позвонили Я что хочу сказать В общем, так получилось, что ребята в этот раз тоже почему-то решили сюда заглянуть Караван, который от меня шел Пострадали, но, правда, вырезали всех тут Инсектоидов, которые тут жили То есть понял, что они тут еще вот тут остались Вот тут еще у них Ну вот одну группу они здесь вырезали Я тут еще кого-то там, по-моему, добил даже Насобирал луты немножечко В общем, забавно получилось И, в принципе, на этом тоже можно как-то там, наверное, жить Кстати, у меня, как говорится, залежи пластари прям тут есть Я ее упорно игнорировал, когда играл до этого Ну, может, просто замечал, но не обращал внимания Или что-то там такое В общем, неважно В общем, суть в чем У меня здесь есть база Здесь, видите, даже посевы Немножко начал уже внешний периметр Обустраивать, огораживать Есть у меня, кстати, стоит водяной генератор Тоже еще один мод, который я поставил Очень полезные вещи для тех, кто живет на реке То есть у меня здесь, в принципе, есть и солнечные батареи Но у солнечных батареи, вы знаете, есть особенность Заключается она в том, что Они работают только днем Итак, смотрите У меня здесь есть запас еды Здесь все обжито Достаточно много у меня тут посередцев уже Кого-то я там спас Кого-то там из пленников навербовал Есть здесь у меня еще один, кстати, тоже мод Который позволяет вербовать гостей приходящих Тоже это сделал Отношения с акциями у меня в целом нормальные С этими Изначально они были минус 30 Сейчас уже минус 40 И я, честно говоря, пока что не собираюсь их выправлять Хотя можно было бы Почему бы и нет И дружить и с этими в том числе У них вроде как такая дипломатия довольно Слабенькая в этой игре Поэтому особо я не зациклюсь И что я хотел самое главное вам показать Мир Мир покажу вам сейчас Вот этого точно не было в той версии, которую я играл Появились полноценные походы Можно наряжать экспедицию Можно отправляться в гости Можно исследовать карту Даже никак не исследовать А куда-то отправляться В принципе, здесь мир у меня не целый создан Но он все равно довольно большой И, в принципе, тут по местным меркам Допустим, если я поставлю куда-нибудь сюда же Вот сюда, например, 10 Так, да Здесь А, ну по дороге все По дороге быстрее гораздо дойти То есть получается Два дня с небольшим То есть это, кстати говоря, сейчас только понял А, допустим, если я отправлюсь вот сюда Тут Странно Так Просто я прикол А, 165 Два дня Видите? Ну тут правильно Зигзаг дает И все не может пройти Поэтому обгибает Огибает Ну ладно, допустим А если я его сюда поставлю Тут уже 8 дней Вот Просто я ходил Как-то Эспедицию куда-то сюда В прошлый раз Вот где-то даже сюда И у меня вот что-то он далеко шел Но может быть потому, что у меня там Еще было не так В общем, не важно Я тут хочу сделать эспедицию Эспедиция будет у меня полегать от моей базы Вот она Сначала пойдет вот сюда В некий схрон Правда здесь известная угроза Спящие механоиды есть Я не знаю Они будут действительно именно ходить по карте Или же где-то там заныкано Просто здесь есть золото Я не знаю Это золото опять же надо добывать Или не надо добывать Снад, конечно, будет сложней Вот Но помимо всего Мне дали еще задание на лагерь Причем мне лагерь дали либо сюда Либо сюда Точнее, может, конечно, и сюда, и сюда Но я думаю, что экспедицию одну Я пошлю сначала сюда вернуть Потому что сразу два лагеря Я не уверен, что нормально сходится Слушай, экспедиция здесь довольно напряженная Здесь нужно хорошо подготовиться к ним Хорошо отряд сформировать Ну и плюс Чем дольше твои солдаты отсутствуют Те, по-моему, дело На базе На базе остаются более беззащитными У меня, в принципе, здесь есть несколько солдат Которые более-менее у меня воюют хорошо То есть вот этот товарищ Ну, у него так себе дальний бой Но Этого чуть получше У него есть причем винтовочка Хорошая автоматическая Автомат Если точнее говорить Вот этого даже еще хорошо Есть у меня еще Нет, не комиссия Шен Вот я его спас У него очень хорошие боевые характеристики Причем, как и для ближнего Дальнего боя Ну, вообще, наверное, ему надо давать автомат Ну, ладно Соответственно, у меня здесь, по сути, есть вот Четыре воина Остальные все, ну Так Сейчас, где там Дальний бой Ближний бой этого есть Неплохой Но ближний бой в этой игре не очень Особенно, если ты против стрелкова сражаешься И плюс ближний бой Ты состражаешь, допустим, с Другими милищниками Они тебе все равно урон наносят И это опасно А данным бою, в принципе, если ты с милищниками Тебя вообще очень просто их перебить Они успевают даже добежать Ну, в принципе, тут еще боус есть А, у него ближний бой что-то перепутал В общем, четыре воина есть Наверное, мне нужно хотя бы троих будет послать Чтобы с теми сразиться с охраной Вот И, соответственно, возвращаясь на карту Здесь, видите, лагерь Трое врагов Причем это фракция Дружеского Алсни То есть, возможно, это, кстати, будут ребята Вот эти ребята могут быть Хорошо экипированы Потому что Дружеское Алсни Сейчас давайте мы посмотрим Воисту, значит, союз Чужеземцев Чужеземцев Ну-ка Видите, на карте отображаются домиком Значит, это продвинутые ребята Соответственно Эти ребята Они могут дать отпор тоже из огнестрела Их причем тут трое Правда, тут награды интересные Здесь, смотрите Они нам обещают СМТ лагерь уничтожим Целеуказатель для силового луча Аж целый Я не знаю, что это такое Но, наверное, это очень крутая вещь И генератор вихря Тоже, наверное, очень крутая вещь Аж на две тысячи Местных рупий Это все дается Здесь, конечно, побольше дает нам общую То есть, это нам не деньги дают Нам дают награду Какой-то стоимостью Обладающую А здесь, смотрите Здесь у нас ручной пулемет Легенда Это, наверное, крутая вещь И еще спальный корпус для животных Ну, это для животных Из пластали Мне, честно говоря, спальный корпус Вообще не интересен Его можно будет сразу разобрать А вот пулемет Пулемет тоже, в принципе, ничего И здесь, соответственно, бандиты живут И у бандитов Их меньше И бандиты, наверное, они будут такими Ну Не Какие-то Мне кажется, бандиты должны быть такими Из Примитивных Товарищей Хотя могу, конечно, ошибаться Вот Как получится В принципе, это пираты Банды пиратов Просто, не знаю Это Серые бандиты Серые бандиты Ну да, это серые бандиты Информацию я, конечно, не получу Ведерация бандитских шаек Ну, в основном Они экипированы Гнистеринным оружием То есть Это тоже Продвинутые Но это Скорее всего Это ребята Ну да, ведь Защищаются Используют Простые механические инструменты Счастливаются Смертным оружием То есть Это, наверное, будет еще опасней Поэтому Поэтому Наверное Я Сделаю как Я, короче Пойду сюда И пойду, наверное, все-таки К бандитам Пускай тут Награды, мне кажется Менее крутые Но я, может быть, еще Сам дойду Точнее, не может Я точно дойду По технологиям Нужно мне Сам сделаю Ну А уж хоть кого-то Нужно мне, наверное, зацепить В общем, пойду сюда Поэтому Мне нужно что? Мне нужно начать сюда Среди каравана Нажать И выбрать, кто пойдет Итак Пойдет у меня Чимп Наш Так Это что у нас? Это потребляемые еды в день Смотрите-ка А знаете что? Чимп, наверное Не пойдет Пойдет у меня Наверное, все-таки Шен И я сейчас, наверное, сделаю так Я вернусь назад Чимп Чимп Чимп-чимп-чимп Представляете, как у меня застрян склад Вообще тут навалом все Тут, по-моему, уже свободное место Два слота, да, осталось? Чимп Ты Бросаешь автомат Чимп я переключаю в прямое управление Сейчас, кстати, тоже прямое управление Ну-ка, давай, пока тут Постой Значит, смотрите Шену мы отдаем его в автомат Чимп у нас остается с винтовкой Так, получается, мы Отправляем тех, кто поменьше ждет припасов То есть нам нужно взять припасов В принципе, больше Вот, хотя Чимп он полезен В принципе На самом деле В Походу Потому что у него много навыков Интересных Он и готовить Может и прочее Поэтому, говорю, нужно очень Аккуратно с этим действовать В общем, сохранимся Значит, еще раз Выходим на мир Снаряди караван Итак, у нас идет Щену, кстати, ждет очень мало Кстати, тут Некоторые болеют глистами Поэтому живут побольше Приходят Нужно также с этим тоже быть Аккуратно Но, кстати, можно вылечить Итак Шен идет Дальше идет у нас Калуэн Калуэн у нас Вроде как Умеет готовить Или не А, нет Он у нас вообще Не в усом труде Хороший В строительстве Так Верите У нас Вообще никто у нас не умеет готовить Да и Шен Соответственно, тоже не умеет готовить Так что, если что Приготовить что-то никто не сможет Да Ну ладно На самом деле Не так это страшно Так разобраться Мы сможем Сакреля У него есть револьвер Конечно, он так себе револьвер Но В принципе, у нас никто Особенно так-то Это садовник Садовник, кстати Он, по-моему, хороший Очень хороший Да Его даже Если что потерять Жалко будет Зачем кулинар У меня там отдельная Каста людей Это как раз Чимп хорошо готовит Но я, наверное, поэтому Оставлю на базе Вот Но мне нужно В любом случае Брать С огнестрелом Троих Потому что Потому что Мне нужно Огневое преимущество Будет Если же иметь Итак Короче Этих троих взяли Дальше Возьмем мы еще С собой Наверное Собаку Одну Тыч Кому Нравишься Верите Верите Мы как раз Берем И боус Да Значит Получается Как раз Берем У тебя Арти Как раз Привязан к своему Хозяину Будешь слушать С его команд Мы можем С собой Взять еще Муфало Оно будет Пестаться Под нужным Кормом И соответственно Вроде как По идее Не будет Жать Наши припасы Которые мы С собой возьмем При этом Ну-ка Смотрите Скорость Передвижения 5.4 Кстати Собака Повышает Скорость Передвижения А если Мы берем Муфало Повышается Наш Переносимый Вес Повышает Скорость Ну и Повышается При этом Наша Заметность Вот То есть В принципе Конечно Наверное Муфало Стоит Взять Но это Вообще Муфало Хорош Для Караванов Да Вот Кстати говоря Мы взяли Получается Самых Быстрых Если допустим Мы берем Чимпа Того же Скорость Наоборот Падает Здесь еще Видите Скорость Наших Поселенцев Ван Здесь не пирс Продумать Хорошо Поэтому Нужно Конечно Хорошо Пахать Дальше Берем Запас Еды 4.6 До порчи 2.2 Вообще Вообще Здесь Конечно Нужно Пимикан Готовить К выходу Потому что Пимикан Он Короче Дольше Хранится Ну-ка Вернемся Я конечно Извиняюсь За такое Будет видео Такое Немножко Меньше Геймплея Как таково Больше Раздумий Но это Очень Интересная Часть геймплея Это именно Походы К ним Конечно Надо Подготовиться Так Хорошо Пимикан У нас Как Готовится Сух А у нас Кстати Есть Сухпайок Да У меня Сухпайок Сухпайок Он Короче Меньше Питательность Но При этом Он Будет Долго Храниться А Пимикан Даже Готовится Не Здесь Походу Ну что Сделал Сухпайок Не Знаем Наверное Стоит Его Сделать Главное Чтобы Не Сажали Но Скорее Сухпай Жать Не Будут Давайте Посмотрим Что Это Зато Получится Будешь Сейчас Супай Готовить Да Так Сейчас Ты готовишь Что мы сейчас Стой 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 Так Где Тут Можно Было Паузу Поставить Да Вот Приостановить Давайте Ты мне Сделаешь Сухпайок Сейчас Товарищ Веду В запасе Есть Много Наверное Сухпайок Стоит Сделать Потому что Он Действительно Будет Долго Храниться Правда Он Требует И много Ресурсов Ёкарный Бабай Ох Да Сложный Вопрос Ладно Хорошо Тогда Это Спауз Снимаем Сухпайок Мы Два С собой Возьмем Как Ни Там На Подножном Кроме Проживут И Кстати Говоря Нам Ребят Нужно Отправить Сейчас Будет На Хоту Но Это Просто Я Уйду С этим Товарищ Там Будет Кому Похотиться Поэтому Значит Еще Раз Жмем Смотрите Караван Значит Еще Раз Тб Тб И Тб Да Нет Кого я выбирал Не помню Пусть будет Этот Дальше Арти А не Кстати Вот Этого Я брал Верить Я брал Да Насчет Калуна Я не помню Ну Пусть Будет Он Ладно Вот Так Дальше Дальше Нам Сатосан Муфолом Обрать Не будем Дальше Берем Вещи До Порчи Возьмем Возьмем 15 Ладно Там Что-то Придумаем В принципе Нам идти Нам идти На самом деле Нужно будет Сейчас Как получается Там Где-то Не А4 Где-то Как-то так Получается Если нам Не придется Копать Никакое золото То в принципе Нормально Возьмем Мы с собой Немножечко Медикаментов Кстати говоря Хиллер У меня есть Какой-то В отряде По-моему У нас Как раз Калуин Может Лечить Немножечко Может Ладно Первую помощь Окажут Они В принципе За что Если что Просто Перевязку Там сделать Помочь Чем-то И прочее Дальше Дальше Тут Папе Есть Это У меня Пэт Кстати говоря Юрширских Терьеров Прибилось Там Целая Ставь Там Штук Десять Было Пришлось Заколоть Ну Зачем Юрширские Терьеры Польза От них Никакой Жрать Они Будут Навал Пришлось Их Заколоть А вот Собаки Кстати Вот Эти Три Кто Это По-моему Лабрадоры Да Лабрадор Ретривер Вот Их Трое Тоже Пришло Вот Они Полезные Ребята Они Могут Вещи Таскать И Прочее Охот Кстати На охоту Их Мучить Я пока Не Учил Итак Ладно Взял Я Это Эту В принципе Наверное Что еще Вообще Спальники Было Прикольно Сделать Конечно Да Ну Ладно Я думаю Без Спальников Они Справятся Не Так Далеко Им Ити Поэтому Немножечко Поначу Тем более Сейчас На улице Тепло Поэтому Все Должно Быть Хорошо Вроде Рубим По пути Соответственно Идем Мы Вот сюда Вот сюда Ну Как Так Получается И потом Назад 3-6 Дней Нормально В принципе Должно Хватить Поэтому Че Поехали Короче Ну да Чуть Чуть Не хватает Еды На самом Деле Если Сильно Долго Там Не Сидеть То В принципе Ну там До порчи Правда 2.2 Только Я помню Даже Многовато Взял Ну ладно Поехали И вот Соответственно Ребята У меня Пошли Пошли Они В бой Правда Ночью Сейчас Дело Так Кого мы ждем Ага Этого ждем Товарищи И они сейчас Вместе Соберутся И пойдут То есть берут С собой вещи Со склада Там хватает Главное Чтобы они В пути Не подрались Здесь и такие вещи Есть конечно Вот Ну я думаю Нормально Все Пробьются Как-нибудь Если что Загрузимся Я в принципе В один поход Ходил Так что все Было на пределе Я спасательную Эспедицию делал Но в целом Нормально В общем Получается Смотри Те ребята У меня Там остаются Эти По тополям Значит Первый Путь Это вот сюда Я не знаю Чем это закончится Я пока что Не особо В знаток Этих вещей В принципе Они могут Еще по пути Насобирать ягод То есть У них там Видите Добывается Еды В день Что-то там Они там Все собирают В общем У них там Был маленький Ночлег Кстати Наверное Надо было Днем их Попускать Потому что Они сразу Пошли А так У них Ночлег Ну Ладно Ладно Фиг с ним Вот И по тополю По тополю По дороге Сейчас они По идее Быстро Побегут Ну условно Быстро Да видите Так Ускорились Они по дороге То есть Дорога Типа Круто Вот В принципе Может быть Мне стоило На дороге Селиться Так Ну-ка Давайте Мы пособираем Тут ягоды Ладно Тут много В принципе В принципе Главное Что? Главное Чтобы Кстати Я вот Не всегда Понимаю Вот этим Серым Что подсвечивается То есть Тина У меня Сейчас Единственная Активная Вот Все Активные Стали Может Это какой-то Бак Еще Что-то В общем В любом Суча Вам Надо Сейчас Будет Мясо Все набрать У меня В принципе Остались Охотники Которые Соответственно Хотя Их не так Много Наверное Чим Только Охотник В принципе На ягодах Проживете Здрасте Я Ваша Бабушка А тут Вопрос У скульптуры Ладно Они сюда Поставили Как вы сюда Пробежали Вас никто Не съел Вот в чем Прикол Это Оригинально Я сюда Случайно Когда Видимо Этим Прокладывал Сюда Протащил Потому что Реально Сюда Они начали Складировать И Бегать Ну Надеюсь Сейчас Никто Не попадется Я очень Надеюсь Потому что Конечно Будет печально Если они Сюда Начнут Ломиться Через этих Вроде Один раз Бегали Значит Ничего Не случилось Но Все равно Это Забавно Тут В принципе Что Важно Тут Конечно Есть Железо У нас Одна Скульптура Очень Важная Вот Ну И все В принципе Я вот Хочу Вот эту С этим Бумалопом Завалить Прикол В чем Бумалопа Она У меня Прибилась И она Проничь Наверное Взрывается При том Что Она Она Гуляет Только Внутри То есть Можно Вроде Как-то И выменить В другое Место Я пока Не разобрался Как Если ее Здесь Забить То она Зарвется Вот Можно В принципе Ее было На подходе В свое время Перехватить И она В принципе Хоть Дает Какую-то Пользу Дает Молоко Ты Че В очереди До Дубумаловы Кишечные Червити А почему Вы до сих пор Не вылечили Их Честно Я не очень Понимаю Как они Лечат Кто-то Вылечился Кто-то Нет Может Они Заново Заражаются Еще Что Кстати Говоря Я бы На это Все Сорян Ребята Сухпаек Нафиг Он Слишком Затратный По ресурсам Ты Тоже Да А Недоедание Незначительное Кишечные Ну конечно Кишечные Черви Лечись Товарищ Блин Я не знаю Почему Они все Заражаются Они Вроде Сырое Мясо Не едят Вроде Все нормально Но при этом Кстати Ааа Кстати Бумалопа Дает Короче Все Химическое Топливо Вот откуда У меня с этим Берется Оно идет Не молоко Молоко Дает муфало Вот оно Тоже идет А Бумалопа Дает Короче Бензин Вот От чего Они взрываются Вот откуда У меня Бензин Берется То есть Они Дают Получается Бензин А знаете А кстати Говорим А я Может быть Тогда ее Оставлю Потому что Это Оказывается Очень полезная Навык У нее Ну ладно Так Тут у меня Ласталь Добывает Вернемся На наш мир Знаешь Товарищи Тут идут Уже Ну что Ускорим Процесс Посмотрим Что это Получится Мне главное Чтобы наши Тут не начали Голодать Потому что У меня Самая большая Проблема Это то Что у меня Еды не хватает Так Ну само собой Стоило мне Отправить Товарищей Как сразу Пришли Ко мне Бойцы Снизу Пойдете Интересно Или сверху Отлично Че Кролик Напал На вас Вы Здесь от него Отобьетесь Победа Так Тут Значит Чим К бою Кто Метод Причем Тина Тина Ладно Тина Даже Не будем Пока Трогать Сакрель Боя Кружью Вот Кружью Тоже Идем Так Мне нужно Поставить Сюда А то Там Автоматов Так Хорошо Вы Отдыхаете Так Давайте Брать Ладно Пойдемте Так Дальше Разбираться У меня сейчас Огранит Никакого Желания Что там Происходит Сейчас Смотрите Мне нужно Сейчас Отбить Так Вы Сверху Пошли Я понял Это Принципе Логично Сверху У меня Стены Нет Снизу Есть Стена Плюс Тут У меня Толком Не Построена Барона Мы тогда Встретим Их Деть Вот Тут А у Реки Короче У них Конечно Луки Наше Оружие По крайней мере Винтовки Дальше Бьют В принципе Пока они Идут Я могу На самом Деле Достроить Тут Защитные Сооружения Но они Не особенно Нападают То есть Они Тут Где-то Трутся Пусть Трутся Наверное Они Может Вообще Не факт Что нападут А вот Что Пошли Они На штурм То есть У них Видите Какая Тактика Они Сначала Трутся А потом Приходят На штурм Ну что Ребят Не подведите Так Отлично Это уже Убили А это Все Сдрейфил Сразу Отлично Хорошо Лук Мне в принципе Особо не нужен Но мы Его заберем У него Короче Одного Мы убили Второй Сразу Сдриснул Испугался Это кстати Мертв И он Намерто Прибило Да Мертв Ну я В плен Наверное Не стал Брать Возможно Конечно Там есть Какие-то Полезные Ребята Если Один Пришел Я Может Даже Посмотрел Б Пригляделся Может Его Пленить Можно Было Б Потому что В принципе Этого Ну Ничего Особенного Мне Горняк Нужен Так Так Хорошо Мы кстати Картофель Подсобирали Картофель Очень хорошо Потому что Картофель Нам даст Возможность Готовить блюдо Пускай и простое Но без охоты Это очень классно Кстати Температура У нас большая Тут у меня В принципе Обогреватели Вроде как Настолены на 20 То есть По идее Они Не должны работать Но я Честно говоря Не знаю Как они правильно Работают Мне сейчас Нужен Скорее Даже не Обогреватель Мне нужно Охлаждение Энергия Не Энергия Температура Кондиционер Единственное Что Кондиционер Куда бы Пускать С чем Соединять Мне его Ослаблять Себя Тоже Не хочется Наверное Я сделаю Вот Так Вот так И все Сюда Пусть Выбрасывает Я не знаю Насколько Это будет Полезно Сколько Вентиляции Вообще Защита Дает 100 Всего Лишь Ну ладно Пусть Проверим Так Сначала Что Придется Ставить Что-то Еще Вентиляция Конечно Она Самая Слабая Звена Если Будут Строить Что-то Нормально Это Конечно Не Дело Ну ладно Просмотрим Мне кажется Здесь Не Столько Все Хорошо Работает Что Можно Мне кажется Будет Охлаждать Таким Образом Нехитрым То есть Тут Будет Порнушка На входе А тут Вроде Как Будет Работать Эти Наверное Тогда Пока Можно Выключить Вообще Чтоб Даже Хоть Минимум Не Потребляли По Энергии У меня Получается В принципе Довольно Большой Запас У меня Тут Аккумуляторы Хотя Они Вроде Начали Разряжаться Ну-ка Ну Здесь В принципе Связаны Эти Все Привязаны Кстати Даже Дверь До сюда Дотягивается Вот Дверь Ритоматически Конечно Удобно Вечно Но Блин Она 160 Защита Дает Причем Она Это Из Стали А Двери С Дерева 104 То есть Я Сюда Наверное Лучше Поставить Обычную Дверь Вот А сюда Автоматическую Пример Одну Какую Автоматическую Или Даже Может Две Сюда Сразу Сюда Не Так Часто Бегут Сюда Можно Ручную Дверь Пусть Ручную Открывают То Что Автодвери Это Как-то Не Очень Тех Места Где Нужно Обороняться Активно В общем А чего Картошку Не собрали У вас Картошка Лежит Гниет 39 Штука Аж Картошки Знаете То хватает То Она Заканчивается Вообще Не пойми Как Тут У нас Жара Конечно На Кухне Все Пошли Спать Кто У нас Не Спит В это Время Суток Ты Не Спишь А Давай Перед тем Как Жрать Пойдешь Картошку Собираешь Перенести Перенести Не съесть Ты Чем Занимаешься Ты Уже Банки Потому что Ну ладно Дебайки Так Эти Понятное Дело Спят Хорошо Перезаписываем А Кстати Знаете Я наверное Поспешил Перезапис А Нет Нормально Нормально Мне главное Не перезаписать Ту Сей Где я Отправляюсь Поход Потому что Если что Нужно иметь Запас Вот В общем Такой гейплей Получается Я на самом деле Думал Что немножко Иначе Буду Все дело Вам показывать Но получилось Что наверное Мой поход Это как раз И будет Весь Ролик Потому что Я слишком долго Видео делать Не хочу То есть Я уже Полчаса вам Показываю И в целом Нормально Так мало Пищи Давайте-ка Ребята Справляйтесь Уже Тут Один час Не Не один час Тут больше 0.10 дня Это не один час Ну как бы Идти тут Совершенно недолго Давайте посмотрим Что здесь есть Вообще В этой точке Если там есть робот Мы тут сразу Сваливаем Потому что роботы Здесь опасны И вряд ли Я к ним готов Я вообще хотел Сделать еще бронежилеты Я даже их по-моему Сделал Но эти не факт Что их одели Мы сейчас посмотрим Так Энергокопье 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 Знаете ли Вот он этот робот Улан По-моему Это очень быстрый товарищ Давайте я попробую Сделать вот так Сохранимся Мы аж в отдельный сейв Чтоб точно Ничего не перепутать Это что Третью у меня По-моему Это как раз Или вот этот Первый И попробуем Мы Его все-таки Атаковать Вот так Какая у тебя Дистанция Почти подошли Ладно Стойтесь тут Наверное Его не получится Энергокопье Энергокопье Блин Оружие Дальнего Боя Это не Ближнего Но он Он пока не попадает К моему счастью К очень большому счастью То есть Блин Мы в него Один раз попали Он нас ни разу еще не попал А Он лечится Мы попадаем уже несколько раз Но он вылечился Сейчас он попадет Скорее всего Прямо намертво Ну это вообще прикольно Я так понимаю Здесь без вариантов Что-то делать Я пошелся только потому Что по пути было Убили Убили Они убили Вы красавчики Вы знаете об этом? Хорошо Ладно Пу-пу-пу Прямо сюда Перезапишусь Мне кажется Тут Ага Вот таким образом Так Хорошо Тогда ты Берешь золото Это что Испарительный охладитель Да нафиг он нам нужен Всего лишь золото Погодите А мне тут говорил Что Раз это золото Раз это Хотя Вполне возможно Что и золото Я просто сказал Что это серебро Но я могу ошибаться На самом деле Вот Ну мы его Наверное Разбирать не будем Так Тем более Что Тяжело Так Так Если я срезаю Вы Вам пофиг Да А не Собирают Собирают Давайте-ка Тогда немножко Ягод Собирайте Хоть какое-то Будет восполнение Ваших Затрат Бери ягода Ты бери ягода Ну это вам что На один раз покушать Хватит Хватит И мы типа Продолжаем Наше движение Окей У них есть ягоды В принципе Допорчим долго Но ягод тут Совсем чуть-чуть Видите Поехали Ну ладно Золото мы собрали Это убили Они А вы отдыхаете А что вы отдыхаете То Вам Пехать надо Блин Стоп А вот так вот Блин Фигня какая-то Произошла Не понял почему Ну ладно Почему-то они Точку то забыли Может и я Что-то Поставил Может оно Сбился Из-за этого Но мы Идем сюда Короче Этих Бандитов Я думаю Сейчас мы Разделаем И будем Назад Уже Идти Потому что Потому что Потому что Так у этих Все нормально У них там Картошки Опаньки Опаньки Кому мстит Чимп Вали оттуда Нафиг Вали Вот это Кстати Блин Печально Я сохранился Интересно А вот Тут Дверь Очень пригодится Он Правда Бегать Сейчас Будет Наверное Да Так Хорошо Ладно Вот здесь Вот тут Лустрит Убьете Все-таки А я На этих Возвращаюсь Так Окей Шестерочек Сюда Идем Потом Разведку Этого Нож У этого Нож Замечательно Лучше Не придумаешь Там Противника То есть Они тут Совершенно Легкие И вполне Возможно Что мы Могли И Тех Завалить Если Они Такие Ж Были То есть В принципе Может Попробовать Так С этим Они разделались Тут У нас Что Муф Муфол Мстит Муфол У нас Там Конечно Отлично Все Муфол Уделали Так Дальше Вы Этих Вальнули Да У него Вкусные Вкусные Блюда Есть Того же Мы Убили Надеюсь Ой 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 Вот Этого Знаете Че А че Это Сюда Сбросили Это Очень Печально На самом деле Если Вы Это Возьмете Нормальным Образом Не Убьетесь Хорошо Окей Так Тут Все Плохо У него Нифига Нифига Я не понял Куда Они Прибыли Мы Еще Сюда Пойдем Разве Стой Стой Куда Ты По Кому Ты Сейчас А Это Ошибочка Все Я Понял Так Сорян Мужик А че Ты сюда Входить Не Хочешь А Нет Прохода Заперто Типа Так Отлично Сейчас Очень Не Легче Теперь Жара Я просто Думаю Тут Может Чуть Полезнее Быть Подойди Поможешь Тогда Будем Силы Взламывать Так Тут Ничего Нет Вообще Тут Тупо Тупо Спальня Для этих Двоих Чудиков Отправляюсь Тогда Спать Хорошо Что У меня Отключен Короче Friendly Fire Так Тут А Тут Еще И Вот Так Я Даже Не Знаю А где У нас Третий Давай К ТТ Тоже Подъем Тут В принципе Взять Простое Блюдо Только И все Можно Взять Ладно С этим Разобрались Ну что Можно Попробовать Тогда Все-таки Пойти И во второй Лагерь Потому что Здесь оказалось Не так Сложно Хотя Хотя Конечно Это Может Второй Лагерь Как раз Оказаться Наоборот Сложным Ну ладно Пойдем Наверное Они Сейчас Поспят У них Как раз Еда Очень Кстати Нашлась Это Очень Важная Вещь Потому что Это означает Что у них Будет Сейчас Как раз Время Сюда Дойти И назад Вернуться Более Менее С едой Если Я еще На том Месте Найду Так Голод У вас Все тут Нормально Что вы Мне тут Сказки Рассказываете Про Голод Сривы У них Нервные Так Что у нас Тут По Жаре Ну тут Реально Жара Я Я Так Понимаю Что Надо Все Так Тут Строить Интел А Мне кажется Они тоже Слабые То есть В принципе Реально Здесь Нужно Куда То Вводить Не знаю Как Но Видимо В маленькую Прихожую Вводить Бессмысленно То есть Единственное Что Ну ладно Короче Не так важно Мне важно Другое Мне важны Вот эти Товарищи Которые Сейчас Приближаются Ко второй Базе Там Трое Человек Напоминаю И возможно У них будет Тоже огнестрела Точнее У них будет Огнестрела У тех Не было Огнестрела Это очень кстати Там с ножиками Ну это Так Кран исследования Пошел Что я могу Поизучать Я самом деле Много Что поизучал Уже Можно Например Все таки Турели Поизучать Мне кажется Полезные Вещи В обороне Давайте Ребятам Я очень Надеюсь Что у вас Там тоже Что-нибудь полезно Потому что Конечно Пулемет Тут очень Классно Реально Детки А сейчас Всяко Выдут Какой-нибудь Из этих Товарищей По возвращению Потому что Они заслужили Кто-нибудь Из них И будут Они пулеметчики Вот Но тут тоже Какие-то Очень вкусные Бонусы Ок Ага А тут Как раз Есть Турели Так интересно Девки Пляшут Давайте Я сделаю Вот так Стой Турель Не достает В принципе Это нам На пользу У них Револьверы То есть В принципе Убить Турель Если Я убиваю Турель Я В принципе Дальше Этих Могу Как-то Перестелять На мной Там Дверь Попадаю Можно Куда Сейчас Каут Из этих Попаду Спрятался Погоди У нас Смотрите Так Это Что Сейчас Только Что Было Однако Ты Че Не Отходишь Перестрелочка Идет Живенькая Да Добейте Добейте Отлично И А этот Все Да Типа Я Сдаюсь Да Все Хорошо Осталось Только Турель На самом деле И В принципе Я так понимаю Она меня будет Атаковать Потому что Она типа Агрессивная Кстати А этот Кстати Не Помер То есть Его надо Проатаковать И добить Ладно Ребята Тут меня уже Беспокоит Я думаю Что надо На этом Закруляться Будет Потому что В принципе Вещи Я вам показал Поэтому Точнее Я вам показал Походу Показал Ну а с вами был Ванок Спасибо За просмотр Видео Не забывайте Подписываться На канал И оставлять Комментарии И Всем удачи